Друзья, всем привет! Это Папа может. Предпраздничная версия. Скоро 8 марта. Международный женский день. И папы со своими детьми должны будут приготовить какой-нибудь сюрприз своим мамам. Ну, я надеюсь, вы об этом думаете. Мы за вас подумали заранее. И сегодня будем готовить праздничный завтрак. Это сырники, но не простые, а с рецептом от повара Михаила Юркова. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, приступим. Наша задача объяснить рецепт так, чтобы понял даже папа, понял даже сын. Какие ингредиенты входят в состав сырников? Традиционные сырники входят творог, яйцо, ка, ванильный сахар и яйцо. Ни разу в жизни не готовил. Что делать? Так, нам понадобится емкость, понадобится творог. Добавляем яйцо. Щепотку. Щепотку ванильного сахара. Можно даже чуть-чуть побольше. Можно даже две, а если ребенок попросит, можно еще даже три. Обязательно добавляем соль. Щепотку, не более. Одно яйцо мы добавили на упаковку творога. Что еще из ингредиентов? Слушайте, у нас осталось только мука. Получается, остается только мука? Да, абсолютно. И все? До какого состояния нужно добавлять муку? Нам нужна такая масса, чтобы она не разваливалась при формировании сырников. Бананы в этом процессе участвовать когда начнут? Да, можно тоже сейчас добавить сразу же. Так, первое, что на кухне делать не принято, сын, это кусочничать. Ни в коем случае нельзя. Скажу вам по секрету, повара все кусочничают. Ну а как с другой стороны, да, не кусочничать, если нужно попробовать, как на соль, как на вкус? Так, теперь давим бананы руками. Ох, это будет прям настоящий слайм. Добавлю? Да, да. Все, пожалуйста, держите. Что делаем дальше? Далее нам необходимо припалить мукой нашу дощечку. Также припаляем наши сырники для того, чтобы они не прилипали к рукам. Мукой его надо, да, сверху еще посыпать? Ой, у меня меньше получилось, чем у нас. Приготовим сковороду. Какой должна быть она степени накаленности? Необходимо жарить сырники на умеренном огне, на среднем. Но предварительно необходимо разогреть сковородку. Обычное растительное масло, да, добавляем его немного. Далее мы формуем вот такие вот, как говорится. Как красиво это делаете? Котлетки. Маленечко убавляем огонь и добавляем сырнички. Красота. Я свой маленький положу туда тоже. Сколько минут готовится? С одной стороны примерно две минуты. Должен образоваться колер. Как? Колер. Борочка. Пока Михаил работает со сковородой, важное замечание для детей. Готовьте только в присутствии родителей и помните, что сковорода, она имеет свойство быть горячей. Самый главный подарок после сырников, который вы подарите своим женщинам на 8 марта, это чистая кухня. Не забудьте после готовки обязательно прибраться. Рекомендую также их вот так вот поворачивать. То есть вот так вот за пару-тройку минут, что мы жарим, их несколько раз лучше повернуть? Да, желательно повернуть, чтобы они были более равномерные. Как красиво! Сейчас мы их еще и сервируем. Наши сырнички пожарились. Нам необходимо красивенько уложить. Ой, это мой малыш, да? Да. Все, я вот так беру саму. Папа может. Далее необходимо нам его украсить. Ну, для этого у нас есть, собственно, голубичка, мятка. Я кое-что придумал. Давайте вы будете украшать голубикой и мятой, а я украшу это дополнительной порцией бананов. Ну что, и мята. Украшение должно быть такое, чтобы его можно было съесть. Ну что ж, друзья, вот такая красота у нас получилась. На все про все у нас. На эти сырники ушло примерно полчаса. Но если вы будете готовить с детьми, закладываете туда целый час. Но главное, чтобы за этот час мама не проснулась от запаха гари. А не вкусных сырников. Для этого делайте все ровно так, как сказал Михаил. Кстати, Михаил работает в сети столовых «Съем слона». 23 филиала по всему городу. Если вдруг вы не захотите готовить сами, то вы всегда можете обратиться к ним, сделать заказ на сайте заранее или по телефону и порадовать себя и близких. Ну что, друзья, супер, дай пять. Сеть «Съем слона» – это 23 столовых в Красноярске и своя служба доставки. У нас вкусно, быстро и по-домашнему. Попробуйте доставку горячих блюд, оформив заказ на сайте съемслона.ру или по телефону 2-705-507.